и он сам всем привет всем здравствуйте с вами как всегда я лёха канал hard play добро пожаловать добро пожаловать кто только зашел обязательно подпишитесь я знаю что сейчас уйдешь не подпишешь забудешь плакать опять будет значится так как вы знаете совсем недавно у нас была заброшка да с вами которую все ждете которую все любите ребят сейчас готовится сразу две заброшки это одна заброшка последнего который я один ездил все красиво и сделаем смонтируем все таймкоды вы не скинули за что вам огромное огромное спасибо и второй это у нас пролез про и налог все дела поэтому в честь этого предлагаю вам посмотреть рубрику утопии шоу называется знаете как видео неужели мы совсем одни понимаете вот я верю я верю в то что есть инопланетяне вот ты веришь нет я тебя уже 10 раз прошел я верю что там где-нибудь живут человечки они выйдут на контакт со мной в первую очередь кстати так все поехали так я лайк поставил сразу на видео а сейчас утопию шоу интересно нам опять начнет рассказывать он нам тогда комментарий оставь утопии очень ребят красивые вы обязательно его тоже поддержите лайком подписочкой колокольчиком утопия он молодец поехали был такой момент в жизни когда вы просто смотрите на звезды в ночном небе и думаете вот если на земле возникла жизнь то есть вероятность что и в другом месте возникнет не может же такого быть что мы просто одни может и сегодня вам расскажу о такой интересной штуки как парадокс ферме присаживайтесь поудобнее космическое путешествие начинается давай братан переубеди всем привет если вы забыли то это рубрика в которой мы подробно разбираем парадоксы эффекты феномены и когнитивные искажения меня все еще зовут топа наливайте чаек заворачивайтесь в плед и начнем чай чая нет начнем мы с небольшого рассказа о человеке в честь которого назвали этот парадокс это энрико ферме итальянский физик больше всего известен как изобретатель первого в мире ядерного реактора в честь него назвали улицу и кратер на обратной стороне луны что ж это было увлекательно а теперь о самом парадоксе дело было в 1950 году в те времена когда научная фантастика трубила о пришельцах вера в них достигала своего пика в рабочей столовой ферме и три его коллеги обсуждали иллюстрацию в нью-йорк таймс которая показывает что все урны в городе украли пришельцы если знать о том что любой разговор такого плана рано или поздно переходит к философии или политике то нет ничего удивительного в том что они решили основательно обсудить отсутствие каких-либо признаков внеземных цивилизаций а ферме добавил что-то вроде вы задумывались о том где все эпичная фраза я точно задумался я правда сторонник того что мы не одни во вселенной никакой братан наш человек сейчас шапочку из фольги одену до играешься вон она там вот там у меня спрят и не одни мы не одни я знаю что человечки есть они нас спасают от метеоритов и живут среди нас ты за меня придурки не держи по конспирологии нет нас никто не посещал и среди нас никто такой не живет наверное но вот во вселенной во всей вселенной о которой мы ничего почти не знаем думаю все же да но к этому мы еще вернемся у нас есть технологии принятия сигналов из космоса как он харп сравнительной близости от нас есть планеты вроде как пригодный для жизни а мы видим космос на больше чем 13 миллиардов световых лет но если учесть тот факт что вселенная расширяется а галактики отдаляются то мы можем видеть и все 46 миллиардов световых лет во все стороны в километрах я такую цифру даже не смогу на экране разместить но я знаю как выкрутиться так где все мать твою это и есть парадокс ферме вроде пришельцы должны быть но их нет только произошло небольшое недопонимание если судить по единственному существующему документу об этом ферме не имел ввиду что пришельцев нет он рассуждал о том что может нет еще таких ракет и технологий чтобы к нам добраться а еще может другие цивилизации еще не появились а может наоборот уже умерли а уже потом по случайной случайности ферме приписали совершенно другие взгляды описал то это все астрофизик майкл хард в 1975 году и началось так что логичнее было бы назвать парадокс хард а еще можно назвать называйте меня сегодня просто парадокс хард ученые люди не зря стримером стал да я знал что у меня есть ученые не зря же я такой умный красивый ты как бы это помягче сказать и здесь ввать парадоксом циолковского ведь еще в 1933 году ученый константин эдуардович циолковский описал это только не просто на словах а на бумаге но нет это приписали ферме который по словам других людей сказал это в столовой а все из-за эпичной фразы так где все серьезно но мне кажется переоцененность вклада определенных людей в определенные изобретения тема вообще отдельного видео кстати наш любимый скептик карл саган не был уверен в правдивости этой истории со столовой но расследование показали что этот разговор вполне имел место чему мы научились что иногда скептицизм заходит настолько далеко что уже становится какой-то навязчивой идеей может тогда подвергнем сомнению форму земли а ну да ладно с предысторией разобрались но есть ли ответ что говорят ученые что говорят конспирологи что говорит василий за столом с пацанами давайте выяснять вася хватит жрать скажи есть налоги или нет все ждут считается что вот если я найду ник василий за столом с друзьями ментарях я тебя прям лайк есть несколько вариантов решения парадокса вариант 1 мы отсталые ребята мы самонадеянно ждем что кто-то прилетит из далеких краев если у кого-то есть такие технологии добраться до нас то разумеется у них есть технологии покруче нашего мы ведь не можем так сделать а если у них есть технологии получше то мы для них отстаем в развитии и вполне вероятно что нет никакого смысла лететь к отсталой цивилизации которой даже нельзя сказать привет может даже не поймут вряд ли кто-то из вас ходит в зоопарк только для того чтобы поговорить с животными а даже если и так чего вообще ждете кстати это натолкнуло на второе решение гипотеза зоопарка представим что сейчас животные этому инопланетяне это ли они нас я слышал эту тему что типа за нами смотрят есть такая гипотеза я даже вот могу вот сейчас поумничать значит есть гипотеза что типа за нами смотрит некая цивилизация как мы развиваемся время от времени они дают нам новые технологии защищают нас типа от всего вот это вот космического мусора и всяких метеоров и всего остального типа знаете такая прям вот теория теория но имеет место быть в принципе наверное столько другие что даже не пытаются с нами связаться или даже если пытаются то мы этого не понимаем мы в неком заповеднике и думаем что перед нами все открыто беги куда глаза глядят новая планета новая галактика только мы как и животные в больших заповедниках никогда создателей заповедника то и не видели за свою жизнь смекаете это увлекательно это называется невмешательство возможно на постоянной основе ради какой-то цели например для нашей естественной эволюции а может пока мы просто не дошли до нужного момента когда с нами уже заговорят подождите если мы для них животные то кто для них животные это работает примерно так мы развиваемся как развиваемся вроде бы контактов с другими цивилизациями еще не было и никто нам не помогал а вот если бы помогать а вот теперь самый главный вопрос для аудитории просто вот на секунду закройте глаза и просто представьте чтобы было если бы завтра вечером когда угодно до в ближайшее время во всем бы телеканалом просто бы взяла показали взяли бы до все телеканал и показали как спускается тающая тарелка и вот он первый контакт ваше мнение в комментариях первая реакция за первые сутки вот это вообще бог я думаю началось бы просто бы о но типа контакт все сто процентов это вот человечки все там ох понеслась бы дорогая прям душа в рай галя то произошел бы некий эффект бабочки и что-то бы изменилось может быть в сериалах звездный путь и орвилл хорошо показаны такие примеры по правилам союза ты должна была оставить девочку умирать только ради избежания вмешательства в культуру это называется prime directive и значит что вы ни при каких обстоятельствах не должны вмешиваться в жизнь менее развитых цивилизаций это нарушит естественный процесс первая директива это не просто собрание правил это философия и очень правильная история снова и снова доказывала что всегда когда человек вмешивается в жизнь менее развитых цивилизаций с какими бы добрыми намерениями это не делалось это неизменно заканчивается катастрофой почему бы и с нами так не поступать каково это понимать что мы не видим никого но нас видят немного отвлечемся от решения и поговорим еще кое о чем в парадоксе ферме есть еще один парадокс парадокс сети сети это программа поиска внеземных цивилизаций парадокс заключается в том что мы ищем но сами не отправляем какие-то сигналы чтоб нашли нас фишка в том что если все цивилизации только ищут как и мы то никто никогда ничего не найдет вот же тупость есть два стула отправлять или не отправлять или мы отправим сигнал есть говорит два стула дальше в комментариях напишите какие стуле и нас услышат и приедут за нами на крутых тачках и начнут в нас стрелять и грабить а так напомню считали многие в том числе и стивен хокинг или мы не отправляем сигнал и сидим как дураки в одиночестве мы выбрали второй вариант нет мы конечно пытались но это было не очень серьезно проблема сети заключается в том что это все слишком узконаправленно они не ищут какие-то организмы по всему космосу они ищут какие-то сигналы на определенных радиочастотах в определенном радиусе многие даже называют это я думаю мы очень узко мыслим блин на самом деле по-любому есть и менее развитые да какие-то системы планеты жизнь какая-то где-то есть наверное вообще гипер какие-то развитые я уверен что так же они где-то идут войны где-то еще что-то просто мы настолько еще маленькие ничего не знаем не понимаем но мы до сих пор это чей до марса там не долетели еще же луну то толком не что там луну мы я еще раз говорю океанического дна то толком не знаем мы даже мозг человека еще он не изучен толком куда нам какие нам где контакты контакты у нас только одни бывает вы знаете какие бессмысленно астроном владимир сурдин считает что радиоволны это очень короткий этап и уже сейчас люди пользуются чем-то лучшим и более тихим с чего мы взяли что радиоволны используют другие цивилизации это может быть связь с помощью лазеров или нейтрино или какой-то неведомой херни о которой у нас даже представления нет но сети ищет только радио интересный факт в сша за разбазаривание государственных денег была даже премия golden fleas award и сети наградили в 1978 году а в тысяч если бы у нас в россии было премия за разбазаривание гос денег номинантов было бы очень много в 1993 конгресс сша отказался от финансирования этого проекта разумеется так случается что ты вроде не воспринимаешь всерьез какой-то проект а потом они бах и находят внеземные цивилизации каждый день ведь такое происходит но поверьте это стоило бы всех денег мира но пока что увы и теперь сети финансируются частными инвесторами так что какую бы пользу они не приносили но она финансируется эта программа но она есть но факт есть факт мы ничего не нашли что кстати не мешает сету шастаку старшему астроному сети говорит что мы найдем другие цивилизации к 2025 году у него осталось шесть лет вообще странно почему он так считает ведь у него осталось почти четыре года уже брат мой из будущего пока что мы не нашли ничего зеро ноль пустота офигенный видос а представьте какая ржака басака если другие цивилизации вообще не пользуются радио или чуть-чуть шагнули вперед потому что появляются все новые технологии и радио будет в ходу но от силы пару сотен лет вот это это вот столько вот в космических масштабах это был бы максимальный провал вот смотрите все наши радиопередачи за все время распространились пока что на ничтожные сто с лишним световых года когда наблюдаемая вселенная около 46 миллиардов световых лет это как кричать когда у тебя голоса нет вообще очень оптимистично думать что они будут общаться так же как и мы они могут общаться каким-то ранее неизвестным методом а на радио им может плевать это как общаться с богомолом вы такие привет богомол а он такой чтобы это не значило в общем то все что мы делаем это пытаемся получить сигнал или отправляем наш сигнал а теперь подумайте а не бред ли собачий это мы радиочастоты когда открыли сто лет назад как мы можем быть уверены что так совпало что именно за эти сто лет к нам что-то прилетит с чего мы вообще взяли что даже если кто-то и примет наш сигнал то поймут что это за херня на что мы вообще надеемся ах да плюс ко всему никто из землян никогда не видел пришельцев несмотря на их утверждение в обратном а все эти образы навеяны научной фантастикой так что мы даже понятия не имеем как они будут выглядеть и из чего будут сделаны не говоря уже о способе общения вообще может это примитивная форма жизни сложно здесь спорно хотя сейчас появляются проекты которые все-таки ищут что-то помимо радиосигналов вот реально желаю удачи она понадобится я не хочу сказать что сети это не наука совсем нет просто это очень похоже на религию есть некая фундаментальная идея что истина где-то рядом в космосе мы не одни только вот подтвердить истина где-то рядом это я сразу вспомнил старый старый помните со скале с малдером это старый сериал знаете как назывался поставьте на паузу сейчас напишите в коментах знаешь как назывался из x files я помню я малой был смотрел или опровергнуть это пока невозможно здравствуйте не хотите поговорить об инопланетных цивилизациях нет спасибо меня такое не интересует астрофизика нет спасибо спасибо вы можете считать меня фанатиком но я тоже думаю что мы не одни вообще уже мало кто так думает из ученых но тем не менее такое решение парадокса тоже существует мы одни а такое возможно но ведь если мы появились то где-то тоже может появиться нельзя же этого исключать исследователи говорят что около 22 процентов звезд солнечного типа наблюдаемых орбитальным телескопом кеплер имеют потенциально обитаемые планеты размером с землю а знаете сколько звезд он наблюдал около 100 тысяч выходит во всей вселенной потенциально обитаемые звезды энное количество планет вы вообще себе представляете это 100 тысяч звезд и у практически там да по-моему каждой планеты есть еще и спутник а есть еще и по несколько спутников которые также могут иметь какую-то жизнь это понимаете утверждать то что мы одни но это полный вообще бред даже если быть полным скептиком обитаемых планет должно быть просто дохера но есть такая теория может на них есть вода может быть мы тоже там смогли бы находиться так может быть это и есть ответ все намного сложнее никто не гарантирует того что эти планеты могут быть обитаемые хоть там 300 раз подходящие условия для этого так что даже если мы увидим в телескоп вторую землю далеко-далеко вот прям землю мы не можем быть уверены что там тоже есть жизнь пока что мы одни так как нет доказательства обратного а теперь представьте ситуацию когда мы обнаружили такую планету относительно недалеко в 20 световых годах мы отправляем туда сигнал пацаны мы тут вы не одиноки но мы-то в наше время живем сейчас а там вполне вероятно такой период что только трилобиты появились так что разумеется никто нам не ответит чтобы наш сигнал дошел и его поняли может быть и к нам уже так же сигнал приходил просто тогда мы еще с копьями с палками бегали бананы с деревьев хавали кстати как вариант теория тоже хорошая но очень сильно все совпасть а нужно ли нам вообще посылать сигналы и ждать пока нас найдут тут есть несколько мнений если помните Стивен Хокинг высказывал опасения что к нам могут прийти отнюдь не за дружбой откроем книгу известного популяризатор науки Мития Каку и прочтем шикарное начало одной из глав в один прекрасный день прибыли чужие представители иной цивилизации прибыли они из далеких земель о которых никто никогда не слышал на странных чудесных кораблях использовавших технологии о которых местным можно было только мечтать их защищала броня и прочные щиты подобных которым никогда не видели местные они говорили на неизвестном языке и привезли с собой странных животных все гадали кто они откуда пришли одни говорили что это посланцы со звезд другие шептали что они похожи на богов небесных к несчастью все они ошибались шел судьбоносный 1519 год и столкнулись две империи ацтекская и испанская да речь про тот самый момент когда открывали новые земли такое сравнение очень часто приводит если кто-нибудь окажется настолько сильно развит что из далеких далеких галактик припрутся к нам как вы думаете случится ли то же самое очень вероятно очень вероятно но они находились на одной земле сейчас мы это знаем а еще мы знаем что на земле уже нет места которое мы не можем изучить ну кроме глубин океана как это все можно сравнивать с нашим знанием о том что космос такой огромный и недосягаемый звезд во вселенной больше чем песчинок на пляжах как все это можно сравнивать с людьми на одном континенте и на другом если только не выяснится что космос это тоже часть чего-то маленького а за пределами то что мы не видим так как у нас просто нет таких технологий ну прилетят они допустим что дальше все эти фильмы о пришельцах навязали на мысль что мы сильны духом мы сможем их победить у них есть слабое место звуки на самом деле одна кнопка просто планета пропала давайте пацаны которые они не переносят компьютерный вирус из 90-х да с чего нахрен вдруг они могут быть настолько технологичнее что посмотрят на наши навороченные штучки и подумают что мы приматы которые себе по голове палкой бьют вы только представьте миллионы лет разницы между нами технологии которые мы даже в фантастических романах не сможем прочесть новые законы физики конечно нет никакой надежды на то чтобы надрать им задницу они просто нажмут своим щупальцем на кнопку и нашу планету просто дезинтегрируют что это за огромная херня срочно звони в пентагон пожалуй единственный фильм о пришельцах основанный на реальных событиях так оно и будет похудено с другой стороны если цивилизация не такая превентивная как мы они теоретически могли бы разрешить все конфликты у себя и не захотеть вступать в новые даже ради ресурсов они бы поделились технологиями с нами и это был бы самый значимый день в истории но если это не так то нам жопа это все безумно интересно вот вам интересно если вы досмотрели до сюда мне интересно но есть люди которым плевать они не видят особого смысла в поиске чего-то другого ну если бы кто-то там был то мы бы наверное об этом уже знали а так у нас и тут дел хватает найти лекарство от рака или там изучить океан примитивное мышление от астрофизиков я слышал мнение что космос нужен для изучения если мы не будем его изучать мы останемся на месте и это будет новое средневековье а это как вы понимаете гибель цивилизации потому что ресурсы не вечные так что если вы задаете себе вопрос а зачем ученые делают это какой прок от этого сейчас то тут все тут тупик любые даже самые маломальские исследования важны по своему они открывают и дают старт новым размышлениям ну а что-то я совсем загнался а знаете кто может решить парадокс ферме никто но это попытался сделать фрэнк дрейк он создал настоящее уравнение которое покажет одни ли мы во вселенной уравнение вот так оно выглядит мы пытаемся выяснить количество внеземных цивилизаций готовых на контакт каким же нахрен образом мы будем это делать тут все подробно расписано берем количество звезд образующихся в год в нашей галактике умножаем на долю солнцеподобных звезд обладающих планетами затем на среднее количество планет с подходящими условиями для появления жизни потом на вероятность зарождения если знаешь все-таки школьники студенты которые просто случайно леснули в этот момент такие да блять здесь эта херня юпта ха 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 жизни на таких планетах далее на вероятность возникновения разных форм жизни на них следом умножаем на долю цивилизаций у которых может возникнуть технология которую мы увидим или услышим и наконец мы умножаем на период времени в течение которого такие цивилизации выпускают обнаруживаемые сигналы в космос что ж вроде все просто и вы спросите так каков ответ да чтоб я знал дело в том что переменные мы знаем очень приблизительно и одного ответа не существует но уравнение дрейка не пытается что-то решить оно создано для стимулирования дискуссии есть одна проблема где же все твою мать а уравнение позволяет разделить проблему на понятные задачи и решать их постепенно решения есть разные начиная от того что мы совсем одни и заканчивая тем что вокруг нас просто кишит другими цивилизациями а где же правда пока что у каждого своя кстати есть очень интересный сайт где можно вбить свои параметры и посмотреть что получится одна из самых бесполезных вещей на планете земля я считаю какой смысл Карл Саган говорил во всех этих просторах нет никаких намеков на то что из других мест придет помощь чтоб спасти нас от самих себя знаете что он имел в виду человечество сейчас находится в той стадии что мы как бы сами решаем когда мы исчезнем ну разумеется не мы с вами а правительство стран у нас достаточно ядерного оружия для уничтожения всего очень сомневаюсь что в ближайшее время кто не знал могу здесь сейчас ошибаться когда-то я слышал такую вещь что по моему всего 6 или то ли 16 процентов ядерных ракет если будет запущено одновременно примерно там за сутки то есть если будет массированный ядерный удар разных стран по разным странам то страшно даже не последствия этих взрывов страшно что на паузу в комментарии все кто поставили на паузу говорю страшно по страшны последствия именно не радиации страшны последствия ребята того что вся та пыль который поднимется туда наверх начинается ядерная зима то есть планета перестанет вообще видеть солнце умирает все живое вся трава вся растительность все животные дальше люди все на два или на три года полная темнота вообще будет на плане так знаешь изредка там что-то какие-то там вроде какие-то там но это опять же все приблизительно высчитано надеемся что такого не будет по крайней мере на нашем веку точно кто-то прилетит или мы куда-то улетим остается проедать ресурсы и ждать когда оружие применят ну или мы настолько засрем свою планету что жить тут станет просто невозможно это кстати был один из вариантов решения парадокса решение номер 4 наша планета и жизнь на ней появились достаточно рано так говорит одно из исследований 4 и 6 миллиарда лет назад на космическую вечеринку подоспела солнечная система и земля в том числе и ученые говорят что 92 процента потенциально обитаемых планет просто еще не успела появиться если их сейчас до хрена то сколько будет в будущем возможно время для другой жизни еще не пришло жизнь знаете ли очень сложно начать и то что у нас так все круто сложилось вышло только потому что нам повезло находиться в так называемой зоне обитаемости или как я ее называю зона зашибись земля находится в условной зоне зашибись а вот венера или марс нет даже если там когда-то и была жизнь сейчас там полное дерьмо на венере горячо как в аду а на марсе холодно как у меня в сердечке когда вы лайки не ставите мы выходят избранные и мы стараемся искать такие не понял да что сделать но это намного хуже чем искать иголку в стоге сена инопланетяне могли еще не появиться а могли уже исчезнуть ну классно основную информацию о потенциально обитаемых планетах мы получали с аппарата Кеплер только вы видели его радиус обзора на данный момент он отмечен желтым он изучил вот настолько мало даже в масштабах нашей галактики а сколько галактик нам пока известно ну где-то две тысячи миллиардов галактик по последним оценкам около двух триллионов вы там не упали в обморок я был прямо настолько близок потом посмотрите на снимок с него кто не понимает что такое галактика пояснительная бригада врывается на стримере галактика есть планета цепь планет образуют солнечную систему в одной галактике задержится несколько солнечных систем то есть это очень много какой смысл макер просто находитесь в шоке от масштаба происходящего а он смотрит всего-то в замочную скважину ну да благо сейчас начал работу телескоп ТЭС я кстати раз тоже по расчетам около двадцати тысяч новых планет вне солнечной системы откроют зная это насколько же надо быть пессимистом чтобы говорить что мы одни ведь наш поиск только начался только-только на старте все что нам остается ждать когда в двадцатых годах запустят телескоп Джеймса Уэбба который в том числе будет следить за планетами пригодными для жизни а после него запустят телескоп Плато который выяснит благоприятные ли условия жизни на планетах надеюсь они найдут планету которая почти наверняка пригодна для жизни и мы сможем воплотить в сюжет книги Бернара Вербера Звездная бабочка две тысячи космонавтов мужчин и женщин произведут на свет потомство чтобы оно могло преодолеть двадцать тысяч миллиардов километров за тысячу лет понимаю это ну как сказать что-то новенькое но с учетом современных технологий которыми мы располагаем другого решения я не вижу проще говоря конец земли не будет концом нас неплохо звучит подытожим мы слушаем космос ничтожно короткий промежуток времени мы так или иначе отправляем сигналы тоже очень недавно видите вот эту сраненькую маленькую точку это вот в этом радиусе пока что слышны наши радиоволны цивилизации могли еще не появиться могли уже погибнуть мы можем быть еще не готовы ко встрече а может быть нас специально держат в неведении из этих вариантов мы не знаем какой правильный вполне возможно что никакой такие вот неутешительные прогнозы а знаете что на самом деле забавно парадокс ферми мало того что не ферми так еще и не парадокс просто высказывание внеземная жизнь должна быть никак не противоречит тому что мы ее не видим отсутствие доказательств не является доказательством отсутствие полтора тысячелетия назад было очевидно что земля центр вселенной 500 лет назад все были уверены что земля плоская 15 минут назад ты знал что человек самый разумный вид на планете а что узнаешь завтра цитата из людей в черном я сразу подумал откуда это ну ведь на самом деле каждый день мы узнаем что-то новое и нам неизбежно будет узнать то что перевернет наше восприятие может просто еще рано скорее всего правильно говорит на самом деле это далеко не все что я хотел рассказать о не парадоксе не ферми есть еще очень много интересной информации и я в ближайшее время обязательно вам о ней расскажу и покажу а пока что смотрите ссылки в описании и помните что мне нельзя верить на слово лучше перепроверить вообще знаете тем идут крайне это будет какие то красивые gears очень интересное, потому что представляете, где-нибудь вот так на планете вот так вот мы прилетим, и нас всех там убьют. А можем еще вот на какую-нибудь планету прилететь, и там будут какие-нибудь красивые там такие инопланетянши ходить, да? Может быть, и не будут ходить, может быть, ой, короче, пофантазируйте на какую планету вы хотели прилететь тоже в комментариях. Спасибо, что досмотрел этот ролик до конца! Спасибо, мой дорогой, за лайк, за подписочку, за колокольчик. Все, целую, обнимаю, встретимся в следующем ролике. Давай!